не хватает этой штучки но вообще она нужна для того чтобы закладывать я пробую монтировать обычно поисках титанов но станут и не очень помещаешься вот играешь в группе который туда помещается чуть-чуть дрищеват ну на самом деле сам иначе самого города что чуваки после того как я начинаю петь низким вокалом своим дайте под этим трудным низами все-таки смотрят на меня типа как из такого дрыща может быть такой звук и говорю вот так вот вся техника все возможно это как из больших мужиков высокий ну ты идут но это как бы знаешь более очевидно вот когда типа из дрища из начинается типа от вылезать совершенно другое еще когда с шакраном турель с хартов пока вот они такие такие не знаете помощи я такой это первый раз так по нашим было приятно что какие-то замечательные тебе так типа говорят что ты круто что-то делаешь так было приятно вот тогда первый вопрос тебе кто-то такой сергей раев я вокалист группа аматри как видите началась музыка музыка для меня началась еще в году 2007 наверно после походов на первые концерты я сам с города мурманская концерта проходили тебе скажу что локально ким концерты проходили очень часто допустим в то время да то есть это какая-то волна такой музыки захватила молодежь и все начинали там суши тяжелую музыку там у кого-то там с дисков компакт-дисков переписывать это все было здесь раньше все очень дико пиратили музыку никто не покупал либо покупали музыку знаешь что же там за 100 рублей компакт-диск где там сборники стеки по сути то же самое пиратские диски попали ну а типа довольны что ты же купился музыку блин тогда еще у нас в то время только я помню зарегистрировался вконтакте в году 2007 2008 у нас туда интернет знаешь как бы там не то что торренты были да а знаешь когда типа по как это называлось знаешь когда где-то какой-то создавался сервис сервер определенный но это не как-то немножко по-другому назывался забыл называется но типа все подключались какой-то к этому перескачивали но 100 локалку на локалку локально сильно на какого сцена там вопрос даже интерес потому что были ну там были не сказать бы что супер крупная какая-то площадка там было около трех клубов которых выступали такие всякие группы приезжали там корея джанейр что-то что-то еще таких концертах и был я помню еще тогда дмитрий музыченко который сейчас гитарист группа аматрии он тогда играл в группе на которой тоже это был я тогда был ваще на мелкие они ты повзрослее и они уже выступали давно такие знаешь собирали лайкосы считает так и после этого после того как я походил на концерт и всякие так подумал муж попробую чем группу какую собрать там начинка с пацанами заш мелкие школьники там 16 16 17 лет не такие пацаны давай попробуем чем собрать поиграть изначально взял гитару начал они что-то там придумали гитар проводом то об этом писать что такое на короче такого еще очень смешно было ты смотришь какими-то блатуры зарубежных групп так учет смотришь как они там что-то делать структуру потом начинаешь что-то свое там лепить потом приходишь на репетиции чаще репетировать я попробовал потом попробую открикивать типа вокалисту поорать и у меня начало получаться и получаться гораздо быстрее чем я начал прогрессировать на этой гитаре играть я такой понял эту гитару нафиг это мне это не нужно я буду короче петь и все и вот началось вот у меня учиться сам начал при помощи пародирования слушал там всякие группы тяжелые типа для меня эталоном был где-то в 2008-2009 году мне очень нравился скрим сама картера из архитекста прямо для меня был я такой когда услышал еще этот альбом где эрли грейв холлоу кровь были для меня этот альбом самый просто самый крутой вот где хаотик арт-кор я тогда прямо слышал такое музло это было супер круто значит столько энергии отдачи и хотел такой же вокал типа себя тип подобный подобного стиля пытался пародировать этому звуку пытался повторить то же самое также потом научился не за то есть меня всегда было чувство пародирования развита очень хорошо и у меня получалось скопируется звук без травм своего голоса 2009 году я уже примерно так уже нормально так кричал то есть уже там первые треки там с акацией который сам на гитаре сам записал трек там прописал барабанные партии на superior драме втором и получается все собрал сам сводил музыку мне тогда помогал с видением гитариста свои лишь переверзив и вот он мне помогал со сведением там объяснял чоков там делать дальше такой ничего не знаю как записывать или чувак там помогал первые треки выпустил потом в 2011 году был конкурс в группу суматру если помнишь так раньше была прогрессивная там где я тоже там когда в 2009 году у них вышел альбом хилиократик спинити там все все офигели типа что такое что-то было супер супер прогрессивный супер крутой секс равна сборных ассирисом была крутая группа был конкурс я записал дымку на begin трек называется еще после того как их вокалист ушел в армию они как раз конкурс сделали чтобы не ждать такие спросили а где ты живешь игра вижу в городе мурманск они все с москвы и там игры были но мы тогда сейчас поищем кого-нибудь еще если типа никого не найдем то тебя возьмем такой ну ладно чего пофигу мне так приятно то что типа я уже типа изначально прошел они потом через буквально дня два сразу мне два два три дня пишет мне чувак всего короче построить с тобой там типа никого нету кто так типа может типа петь как там нам надо короче приезжай к нам типа они на тот момент как раз мы переписывались еще сначала с кареном типа общались так нормально играл типа вокал крутой сейчас приедем будем демки писать и потом когда там получилась такая рокировка то что карен ушел на место него пришел на то есть на первое прослушивание живое да я приезжал уже в санкт-петербург мы вместе с ним какие-то там треки репетировать потом записали там два сингла что ли я попал где-то около грубо говоря в общей сложности был год в этой группе ничего особо такого основного не происходило концертов никаких не было то есть вот такое наш треки записали все то есть никакой деятельности не было после этого я ушел получается суматры начал заниматься просто своими проектами сам музыку делать там искать ребят решил все короче делать с нуля сам отрешив подмосковье для перебираться но я уже в 2011 году сюда приехал потом уехал домой здесь у меня уже было много друзей после того как я попал смотрю здесь находился около полугода общался с людьми просто и потом решил такое чем я там делать в мурманске на самом деле музыкой заниматься на данный момент 2011-2012 году уже не было смысла никакого потому что вся там музыкальной индустрии она умерла этом и сейчас даже нет там зачем есть когда я приезжал к родителям там есть кафе рок-н-ролл бар что-то как-то так называется где только там люди выступают там старые там группы бывает знаешь там ну это такое маленькое небольшое заведение где просто люди знаешь как играет как трибьют когда-то был на трибютах до которых происходит это выглядит вот так вот то есть ничего масштабнее там даже кавер-группу победили ну то что кавер-группа просто это выглядит сейчас вот так вот просто выглядит настолько стала узкая знаешь вот эта вся аудитория которая ходит на это все то что ну блин рэп-индустрия знаешь вот это попса поколение совершенно сменилось то есть когда я в рост да у меня поколение было на этой музыке эта музыка была на то чтобы популярная и было много концертов было много стоило все дешево на эти концерты помню концертов сколько 150 до 300 рублей но это вообще ничто по сравнению как сейчас ранее там есть какую хочешь пойти зарубежную группу архитекции лечим такое до 2 с половиной тысячи рублей рамштайн там от пяти тысяч рублей и выше то есть ценники совершенно поменялись первая группа которую я вот услышал точнее как я тебя услышал это был шакрам да я вот шакрам он как раз мы с диманом познакомились где-то в конце 2012 года он мне написал первый раз предложил ну скинул своему зону я такой послушал он уже у него был сведенный то есть мы прямо звучало все очень качественно как вот и пешка вышла этот сексенс все звучало очень круто он такой а ты фанат был этого сама написал меня ты не хочешь типа попробовать записать там вокал и вот я такой думаю чу нет музу крутое значит такого просто именно так в такого качественного музла и вот такого типа самобытного что в россии вообще не слышал пробовал записал мы записали как раз так 1 supreme true сначала он выпустил в тринадцатом году выпускает и пешку самую инструментальную но уже на тот момент было готово еще два трека уже с вокалом то есть мы я уже был в составе этой группе до того как вот именно началось вот это все то есть 1 и пешка и так далее то есть я уже записал первый трек мы потом когда с вокалом выпустили там все взрыв то есть все такие что за группу как и начал знаешь как на дрожжах все расти четырнадцатом году мы записали альбом supreme true просто людям казалось на тот момент что типа знаешь вроде сцены нет металл сцены мертва на тот момент уже казалось тот момент не скажу что она была особо мертва просто мало людей ходила на концерты просто вот чем дело допустим я вот самое для меня было удивление когда в двенадцатом году пошел на концерт группу бениза массакры до техника металл такой для меня это супер крутая группа у нее покойников тоже дофига и ходил на благ далее мертв так вот на благ далее был полный просто зал у чуваков было где-то 50-60 человек для меня это было вообще непонятно когда значит группы большому такого высокого уровня подписаны на крутые лейблы там могут собирать как вот такое количество да так и вот столько вот мне всегда было странно что вокальный сцену нас ну как по сути мертва но ты была группа и комментирует да но они же сейчас цыган ну крутейшая группа да ну как бы эти могу рассказать знаешь сколько концертов где было 20 человек где люди просто играли не хуже дилижерский план если не лучше иногда даже вот эта тусовка да и калспан теории вот том стон или драйвер еще такая группа была сейчас это ворван знаешь вот эти все чуваки они же все больше андеграундные они не хотят собирать там кучу народу у них есть своя тусовка я был на концерте где играет группа волон там нас из группы триумфант у меня там играл играет барабанщик и я был там скрим и тусовка такая знаешь это людей это человек 200 максимум 300 но все настолько так душой отдаются на этом концерте знаешь вот они свои тусовка туда собирается ходит им больше как будто я не нужен наш как будто им им по кайфу знаешь это как будто есть у них вот именно вот такая скрим и тусовка да вот где-то кого более душевная музыка не все это по-другому оценивать как люди совершенно почему-то друг по-другому воспринимает их ходят на эти концерты и стоимость там эти концерты знаешь на заблаготворительность кому-то собирает что-то там все там ну как бы все круто вернемся вот записали мой альбом и потом поехали в турне сначала у нас был первый концерт первые концерты два у нас концерта были спорт лайн мы разогревали норт-лайн как раз тоже конец по 13 года до выхода по моему альбома вот этого который с анубисом обложку придумал моя девушка то есть вот это все на фотке еще на то время тренер который занимался за мной этот когда я качался еще когда я хотел представить бедрища тяга знаешь всех мы у меня был какой-то переводить больше я тебе скажу что я за два месяца когда пошел заниматься я набрал 10 килограмм такая фишка в том заключается то что потом я поехал в тур за месяц все эти 10 килограмм скинул и потом эти 10 килограмм у меня знаешь вот отсюда набирается очень тяжело то есть я такой сам по себе жилистые эти 10 килограмм на мне сразу чтобы были видны и просто за ту из того что ехали в автобусе таком были значит спринтером merceded типа нормальная тачка типа но март именно маршруточная то есть сидушки не откладывается дизельная холодно мы ехали еще знаешь там в конце февраля там куда-то в архангельск в ухте на этом автобусе это бы уже была жесть вообще ты знаешь вот просыпаешься вот где-то на заправке он заглушил машину то есть биф-бас на ничего не работает и ощущение то что у тебя ноги просто в ведре со льдом и знаешь вот когда ты ездишь там у тебя у нас было 20 с чем-то городов и 2 до и уфа то есть каждый день практически когда все там в человеке все перезаболевали там не голоса по мне было уже наверно на концерте 10 то есть меня уже вверх уже все пропадал то есть это закупался фрукцилин и полоскал там горло и так далее но это жестко в таких условиях ездить ну вот нереально то есть логистика была продумана очень не очень поэтому все вот так вот было сделано и мы за все деньги все деньги помню тогда отдали за вот этот автобус при вашей фишка это самый дорогой бас у нас нашли просто чуваки которые были мы же ездили тогда в тур тогда ездил группа хистерии тогда еще когда существовало джеклс им и и вот мы то что выступали вот эти все концерты мы все деньги отдали за этот проехали десять тысяч километров где-то может чуть меньше на и около 8 вот у нас был один доллар за километр дальше просто тот мужик приезжать домой и покупать себе бас а потом мы узнаем что чуваки которые занимаются перевозками там других с гомеля там который там череп который возили так далее они берут там 50 центов или 30 вообще понимаешь разница то есть мы уже на этапе первого первого тура своего все нормально так лоханулись но зато это был душевно финиатру сразу да пошел метр не ходил ни разу у меня такого то что у меня прямо голос я сорвал мне никогда не был потому что я пою на ложных связках я своему организму именно своим основным связкам никогда не вижу мне проблемы только с тем то что мне хронический гайморит только меня переохлаждаясь это все начинает меня в горло это превращается уже в танзелит но я скажу что сколько вокалистов я не знаю большинство вокалистов танзелит короче что ты используешь да когда ты поешь того что то у тебя больше всего и страдает как бы это просто надо быть аккуратным здесь допустим если этом в тринадцатом году там ездил без шарфа то есть был такой знаешь молодой типа одел там куртку на футболку нормально типа да и понимаешь потом типа а где ничего не идет а потому что заболел сейчас там я когда еду шар короче в балаху летом свитере такой укутанный . как качан и все про шапку начинаешь поняла шапку сейчас без шапки очень первый тур я сразу так и понимаю вот почему говорю шапку носить потому что вот такой это жестко когда ты понимаешь что что ты не можешь вывести не за твои из-за своих параметров до из-за того что ты просто заболел если тебя голос начинает там ты голосом владеешь 60 процентов из 100 ты сберешь значит допустим ноту берешь держишь ее она типа держится у тебя там копс бах и она сама типа улетает и все это ничего не может этим сделать и не контролируешь это потому что ты заболел и все это самое жесткое вот когда вы допустим я заболеваю у меня начинается вот это накручивание себя еще то что начнешь думать бля почему так почему я заболел как я посмел что пошло не так шагом почему почему мы разошлись ну да мы просто сомнениями не сложились сложились я ну как бы записывали уже третий альбом до записал я придумал все бокальные рыбы на этот на эти треки там текста писал нас виктор браженков из хистерии он очень хорошо владеет английским языком и как бы на тематику который может задали он писал клёвый текст от записал я по-моему сингл мы выпустили кричит за мат еще один трек был записанная короче мы решили сделать коллаборацию с егором леваковым из группы истерии он там барабанщикам был создали группу селесть на мериде хаотик хардкор такой металлкор типа такой драйвовый и как бы поехал туда записывать вокал на этой на этом фоне еще и поругались диман приравновал то что я поехал в другую группу хуто вокала записывать это тогда было абсурдно мы сейчас как бы уже какое-то время не общались знаешь кучу грязи друг друга по сути поваливали а потом поняли то что о чем смысл в этом помирились с ним вот об сейчас очень хорошо общаемся я ходил на их концерт в москве там все круто приятно все лампово они у нас допустим вписываются когда приезжают в москву остаются у нас в гостях погостить вот как бы все круто потому что сейчас мне с ним разделить нечего и просто повзрослели и поняли то что на самом деле на то время что он был дурак что я был дурак то есть мы друг друга и короче просто не слышали вот все не нашли компромисс как решить эту проблему что дальше типа вместе сидят на защите скажу что что делать то делается все к лучшему потому что допустим если тогда бы я бы был бы шахрани то я бы не попал в группу аматы моего матри очень нравится я считаю то что это прямо это прям пик в россии крутой группы куда можно было мне попасть нашу и по данным моим вокальным и так далее просто и чуваки очень все крутые и когда на первую репетицию приехал я так сначала переживал как я вообще попал в группу до аматы смотрел вот этот лежал лежал короче у себя дома смотрел там тенты нашми бывает фоном какой тенты либо пятница чем так играть смотрю там песни смотрю вячеслав соколов наступает посмотрел типа такую ну ладно типа окей потом хопс через какой-то промежуток времени 11 марта они выкладывают но после того то что он там просто наговорил про группу по сути за дело ребята ну и не знаю что у них там было понимаешь я не знаю как соколова какие у них на самом деле взаимоотношения было и по сути туда влезайте не хочу потому что ну по сути меня не касается не должно касаться потому что я новый человек который дальше с ними идет получается то что не то что выгоняет они расстаются с ним 11 марта нового нет а по его мнению ну да 11 марта меден рождение знаешь это какая-то такая знаковая сука была и 8 мая 2018 года мне за ним дали слов и такой чувака не хочет нам попробуй дали просто записать ну просто попробовать я такой вот чё нет хочу нет взял записал получается на трек 1 вокал полна первым скидываю он таки ну типа ништяк когда сможешь приехать в этот санкт-петербург по репетируется на такую-то там давайте подготовлю какие треки через неделю-две я приеду подготовку там 6 треков 6 или 7 приехал никогда до этого не не использовал ушной мониторинг для меня это было что-то новое мужики уже играет уже давно что мониторинге я сначала типа такой потерялся типа как-то дальше я репетировал на колонках типа сам такой дом и типа я не понимал как это будет происходить порепетировали все как бы ништяк пообщались потом я поехал домой и мне прилетает пакет таких демок знаешь уже наработок старых которые там диман писал илюха который придумал там треки я начал на них придумывать вокальной партии решили то что я буду к ним приезжают санкт-петербург мы будем там какие-то партии видоизменять чтобы сделать их более крутыми так далее и вот я тебе скажу что за девятнадцатый год я съездил уже санкт-петербург на раз 25 если не больше ну около двадцатки точно все прям туда-сюда мотать и блин это прикольно знаешь сначала такое было тяжко значит перелеты туда-сюда туда-сюда но зато когда собирались все так очень знаешь атмосфера такая семейная песню этот альбом прямо ну прямо с душой сидел а какие песни подготовил на первую репетицию первый остановить время имя война преступление против времени чуть-чуть еще было там такой список был я уже по сути забыл меня знаешь сейчас в голове каши из количества треков которые я знаю прямая я сейчас знаю наверно треков вот именно прямо наизусть которые могу прямо успеть под под тридцатку то есть именно вот именно только матри а умеющий там другие группы того бывает эти английские тексты с акации так тоже ну такой а как это был когда ну когда тебя берут говорят что берут кому нельзя рассказывать лишка в чем не было заявление то что они меня взяли до последнего момента как сделать как выложили даже сингл то есть такое что мне сказали чувак ты с нами такого не вот если всегда лишь такой думал я в общем группе или не решили был на протяжении вот этого как пока мы там дмки записывали вот после того после репетиции меня осознавание счета что я допустим группе менее вот этим так пусть им полгода полгода я был такой и не в понятном непонятной ситуации то есть по сути делаю что-то или группе я нахожусь как бы я сам такой а потом когда уже знаешь уже фотосет сделали там с маской сначала то что это потом выложили трек космо комикадзе и уже потом перед вторым синглом который сразу уже мы сделали фотосет уже без маски без его где меня презентовали как вокалист она тогда уже я понял что его хист а ты читал да вот эти все ссылки про бамбл бизи про пока звуя из который придет на место вокалиста я что-то знаешь я видел то что там когда вот выложили сингл космо комикадзе да все очень много спорили кто вокалист кто-то думал что-то бывший вокалист корее сейчас странен да думали что вокалист рекорд тоже ну типа знаешь когда люди поют на фаскорде да допустим у них примерно звук примерно одинаковые если отличается только своим темпром а и на русском языке такие группы которые поют примерно так их очень мало и поэтому все в одной коллаборации но и будет загадки вот эти кто кто вокалист да и знаешь вот там настолько в комментариях только было широк холмсов до которых берут фотки там нашли ну кто-то узнал у меня по голосу там фотки я никогда не думаю что я фоткаюсь на фотосетах примерно в одной позе я понял после того когда знаешь там чуваки нарезали вот эти разные фотосеты то что реально похоже по рукам то что руки там бывает вытягиваем так вот вперед или чем такое многие по сути это отгадали ну чего типа чуваки и самое знаешь жесткая тушь когда начинают там твои знакомые писать в личку по что ты чё ты это ты что ли вокалисты я не могу никому ответить меня официально не представили не могу раскрывать эту тайну как бы то что все как происходит и я такой думаю вот если бы допустим у меня знакомых концом я бы не стал писать даже обдумал бы в догадках но смысл понятное дело что тебе никто не отметить нет клево знать типа ты знаешь маленькую тайну можно кому-то но ты наверняка становился типы игорь приди порядок наведи я тебе скажу что как мне сказали ребята у меня меня по сути приняли гораздо более тепло чем того же слова когда он пришел типа тогда прям говорит было очень прям жестко все прям не хотели воспринимается вокал такой типа другой а вот типа меня более так тепло воспринимать куча гневных комментариев начали читал комментарии наш у меня после вот шакран там акацию когда выпускаю альбомы на меня практически негативных вот то есть но там наш 5 процент максимум и тут когда я столкнулся таким что просто берут цистерну говна и на тебя вот так вот просто выливают ее такой думаю сначала типа я силы такой начинаешь думать и поможет реально типа чем можете что-то не то сделал типа плохое типа не так типа чё-то сделал об этом я понимаю то что сами люди которые вот пишут большинство вот плохих вот этих комментариев не сами себя ничего не представляет им по сути заняться нечем допустим если я когда слушать томи если мы чем-то не понравится до как он там релиз начинка никогда в жизни не буду писать никогда вот не знаю почему вот я прям ну к этому так отношусь то что вот мне понравилось я лайк поставлю допустим пишу клево там если такое ну чтобы какой-нибудь колон написать чтобы обидеть кого-то лишь кажется как я же критикую критику ну как не есть критика которая прямо критика нормально понимаешь обоснованно а есть просто прямо как будто говно на вентилятор пустили большинство комментариев это такие критикой там вообще даже бывает не пахнет и через какой-то времени я просто забил и эти комментарии не читаю и нормально все чувства а лично вы как быстро к на самом деле ничего такого в директ бывает там пишут там что-то больше значения понравилось то что выкладываешь допустим у себя даже в инстаграме каком спрашиваешь людей какой вам трек понравился и сразу понимаешь то что аудитория реально который тебя слушать да и понравился альбом и это круто ты сразу мне настроение поднялось но так как я высказывал дании я скажу тебе чтобы не было про альбом что он такой слишком холодный то есть чуваки как будто ну душа замерзла у чувак ну то есть у всех музыкантов ну кроме тебя я не знал на тот момент еще что чуваков как будто душа замерзла нет вот это знаешь типа я разъебу сейчас музыкой всех вот прям холодный дух такой прям фишка альбома немножко он концептуальный он же называется дум обреченность да то есть и там высказана проблема человечество что у нас происходит за окном и знаешь что веселых треках то и нету там он более такой прям и сжатый не знаю для меня самый любимый трек на этом альбоме это ангел 141 как раз про подводную лодку курск и блин трек очень крутой он держит атмосферную не знаю как кого да но у меня этот трек очень сильно нравится просто альбом именно вышел именно конституально он по сути сам по себе грустный брать старый альбом в них была злость и ярость когда вот значит хотелось что-то разъебать кому что-то доказать стиль немножко поменялся если ты сравнишь даже со старым ну со старой музыкой да раньше это был чисто гру металл где по сути клавиш то есть винтов ничего фонда никакого не было то было просто прям ну мясо прям херачишь и херачишь допустим я старый трек на концерте исполнять очень нравится да допустим этом низа свои подключил там начинаешь месяц это круто да не посмотришь сейчас совершенно другая музыка она плане именно музыкальной составляющей да мне кажется более сложная потому что очень много фонового фонового атмосферного звучания на клавиши какие-то там все пытается тебя музыка за что ты сезон и вдуматься вот это все слушаться тебя начинает погружать в трассе то есть это не просто джин 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 да или какой-то дэдкор где там чуваки брэкдаун просто играют там свинку какую-то делать и гутурала то есть присутствует атмосфера которая погружает это на наполнение да но именно хочется я не заказать не знаешь когда вот эмоции не достает где-то сам пытащи добрать можно просто это еще от того что ожидание завышено изначально особенно после трека космо камикадзе который был на самом деле ну из альбома выделяется сильно космо камикадзе и жюри да которые такие мясные прямо супер треки и все ожидали то что будет прямо супер тяжелый альбом но получился то гармоничный а ты влиял на наполнение прямо текстовое наполнение очень сильно ты влиял я влиял именно на саму мелодическую составляющую по сути я же придумал основные вокальные партии да потом из илюха борисов немножко переделывали там куда-то какую-то нотку какую-то поменяли там допустим могут по-другому начал изучать то есть текста пишет у нас да и димон музыченко вот они занимаются именно текстовой составляющей как весь именно такого посылу на пришло вот это бывает такое что мышка чуваки но эта строчка не работает был дамы там у нас открываешь а фишка у нас вас происходит голосование допустим в чатике где мы там находимся задается опрос выбирает кому какой вариант вот большинство большинство как раз придет то есть каждого есть вес своего голоса а право видеть я не буду это петь не ну почему такого то что у нас не было никогда такого что там я не буду этого петь у нас не не было таких знаешь какие-то в празд который как-то так отталкивали и что текстовое наполнение до который сейчас на происходит она все гармонирует и выдает так как она должна есть как она на самом деле происходит у нас там за тем же окном как куску камикадзе допустим да как у меня будет немаляев он сказал что артист понравился фанату да и вот он хочет чтобы он с ним таким всегда был а проблема артиста в том что ему надо развиваться и куда-то двигаться да ты же не можешь делать вот допустим если бы вот мы выпустили альбом как как в 2004 году да и я уверен то что была бы аудитория которую прям типа ништяк но что было бы дальше либо хотели бы то же самое чтобы и пивали но я не знаю это все очень сложно мне вот мне нравится то что сейчас происходит мне нравится то что сейчас мы делаем какую музыку мы делаем не что это что ну блин в россии мало групп которые делают такую качественную музыку нет мне нравится я как бы сказал просто нечего-то не хватило лично но это мои личные правда не хватило просто как будто этого давление немножко может быть я не знаю мне может быть не хватило наши эмоции но это мои личные металлы я не спорю каждый у каждого есть свое мнение первые твои концерты саматаре первым концерты саматаре это были это были фестивали это было сначала в жесткие плита потом нашествия потом уже там где-то через месяц чернозем такие на самом деле очень знаешь вот единственное что жалею что перед этими фестивалями на большими крупными не было быть концертов обычных локальных чтобы можно было с ребятами вместе хотя бы первый раз там выступит и далее потому что на самом деле знаешь когда ты выходишь на аудитории 5000 человек когда ты с ребятами никогда не выступал да и когда на тебя ответственность такой потому что мне была очень большая такая прям ответственность прямо груз значит новый вокалист как бы там плохо там не спеть и так далее и ты начинаешься накручивать накручивать накручивает накручивает накручивать и где находишься на самом деле это тяжело короче там даже если там по видосам там некоторым смотреть очень сильно себя сковано чувствую ну я очень сильно переживал тогда прямо было страшно на самом деле первые эти концерты на на первых двух то есть в ижевске на нашествии прям тоже а вот на черноземе меня прям уже будто отпустила знаешь я понял то что по смыслу переживать если я буду переживать то я буду плохо петь если перестану переживать все будет классно вот уже на черноземье уже все прям понеслось прям очень круто но за почитал на всю эту критику но я читал конечно и да и сам знаешь я там смотрел где там были на именно на чистом окале на низком до тембре которым я вообще раньше никогда не пел я всегда пел высоко мне голосом по себе тоже высокий то есть этот эмбральный немножко для меня было сложно изначально это сделать это когда еще начинаешь переживать за это все было очень тяжело и знаешь было очень много и кто-то и поддерживал так далее после вот этого момента да я тогда уже и перестал читать эти все комментарии понял для себя то что кроме меня это никто не сделал именно чтобы я же выступаю да то что я должен отдаться полностью все сделать качественно и круто все уже с чернозема у меня полетела пошел вокалом заниматься насколько чисто и подтянуть не то что пошел я просто с корешем знакома на там из группы дохаки у нас с ним коллаборация тоже как коллаборация бартер я ему экстрим вокал там высокие ноты как этот брать а он меня подтягивает именно как низкий брать ну как бы и очевидно да и слышно да то что у нас по сути мы там сколько там с ним немного времени там позанимались даже прогресс прямо очевиден да даже тут спешка в чем не то что даже то что вокал не вокал когда себя уверенно на сцене чувствуешь да когда ты уже понимаю что что вот ты тут ты поешь все все у тебя в руках все по-другому даже там послушать в других треках сейчас даже с наступлению с того же санкт-петербурга как это все звучит совершенно стало то есть разница с теми же первыми с первым даже концерт на тот улетай просто одну космос объясни людям в чем разница когда ты вот в мониторы давно сцени слышишь себя или в колонках да ну потому что метров нет не работают его наверх когда слышишь ты поешь в обычные мониторы это может быть настолько каша что ты будешь не понимать куда ты поешь потому что разные площадки по-разному звук отстраивает и все просто сливается в одну кашу в чан такой который ты ничего не слышишь в основном мониторинге у тебя уже совершенно все по-другому ты звук для себя сам отстраиваешь то есть добывать такое то что ты допустим там есть допустим звукорежиссер по ушному мониторин который там тебе допустим ты там не успел на мобили себе отстроить по-быстрому да там у тебя line check допустим года 10 минут перед там перед выступлением там что-то там прочекался там что-то отстроил и у тебя типа в ушах какая-то как афоне ты не понимаешь что начинаешь попросить чтобы тебя там погромче вокал там сделали что-то такое либо достаешь мобильность круче там быстрее делать то есть у тебя когда ты поешь в ушном мониторинге здесь возможность самому себя даже дорулить если ты подключился к системе там либо к цельке либо это тридцать второй пульт два разных приложения один беринджер твой yamaha и у там у тебя вот фейдеры вокал гитара там разводишь по панораму то есть по сути ты вот у тебя все здесь по сути ты сцену комнату собираешь себе за и эти скажу что прямо очень комфортно ты отстраиваешь ее под себя начинаешь петь прямо на себя слышишь прям очень хорошо то есть ну прям очень круто начинает ты знаешь я после того как начал выступать с нерами я думал а как я раньше ездил между очень ты знаешь ориентируешься только под ударную установку и все сидя сзади ритм и все но кстати по поводу большой публики едешь экран и при этом всем ты же успел сашисты расскажи как это произошло блин сашисты у меня есть ученик занимаются преподаванием экстремального вида вокала есть ученик который у некоторого есть свой барбершоп вот у него стрижется ст ст приходит к нему так вы рассказываете он знает то что ученик он только короче поет тяжелую музыку там хардкорщик такой вот такой он говорит типа сейчас сделаем сантрек фильм такой по типу линкен парк типа что такое типа вот прямо тяжелая чтобы с припелом таким надо и пока им говорит он нет человека который типа запишет такой припев игры так у меня преподаватель такой скинул контакты мне звонит санистой горит мужик можешь завтра приехать записать мне припев очень надо такой кориды не вопрос приехал записал дубля третьего что ли сразу целиком припел записали все готово то есть мы выступали получать в фимоле на когда премьера была этого фильма и на маёвке life где там народу было столько этого еще в сокольниках был первый раз когда вышел знаешь вот там я выступал без ушного мониторинга там когда выходишь даже на мостик там монитора настолько прям все чисто было что если слышал прямо там вот я вышел на этот мостик а сзади у тебя находится все монитор и я там все слышу то есть настолько идеально там все было отстроено из от площадки тоже очень много чего зависит вот если площадка крутая то звук будет у тебя и в обычных мониторку то лучше всего уж на мониторе это прямо вот так я тебя спрошу как вокалиста подклады и использование используете вы плюс или нет в московском концерте я пока мере не увидел что ты плюс использовал подложки сейчас в плане именно для того что нужно для чего чтобы просто расширить да то что ты понимаешь в чем фишка есть это уважаешь со мной подложкой это будет звучать куда хуже если ты уважаешь без подложки надо понимать потому что у тебя будет расходиться с ней подложка она звучит тихо для того чтобы вокал немножко сделать типа поярче использовать много кто послушайте концерт захарайзен тессерак тот же самый даст и все сейчас и никто ничего зазорного в использовании подложек для того чтобы там это звучало бэки да какие-то там уходит на фонда то есть у нас нет такого что там у нас сплошняком да есть где-то моменты за которые там чтобы поджигнуть их они там чуть-чуть присутствует ничего такого страшного не вижу ничего страшного это как и надо было петь чисто и качественно эту ноту попасть так если так и продолжать то есть тебя никто не заменен да да что у тебя там подложку будет пить за местами но тебя не умирает ну как много людей это просто объяснил понятно конечно в минус вокал микрофон в этот момент из тебя поет фанер на это так было бы приставлю наверное вы я бы не умирал вы после концертов особенно допустим трек один процент да это самый вот такой в концертной программе это самый сложный трек там очень высокий припев а потом высокий куплет вот это да я на некоторых концертах пел низкую сначала партию чтобы потом вот эту высокую потом как быть нормально здесь потому что физически на самом деле очень тяжело допить вот ты поешь вот это высоко-высоко на подачи больше потом взять вот этот куплет а потом опять же припев это прямо такое для меня я думал раньше имя война сложно трек если сейчас кажется просто супер легким поется прям очень легко вот этот вопрос был как претензий к слове так его против тебе зачем писать так студийную что ты не можешь спеть это живьем на концерте это ты не можешь спеть на концерте почему я же могу это спеть просто это сложно понимаешь не то что вы если бы студии бы это не записал бы то бы я бы никак не мог бы это спеть правильно понятное дело то что когда-то там в студии записываешь туда-то ты поешь там не полностью весь припев до грубо говоря там частями там разделила три части из белого либо но у нас и было такое что и сразу же припев мы записывать но фишка заключается в том то что у меня количество треков то вот какое у меня на концерте 20 треков помимо них не только там с чистым вокалом но и там полностью на экстриме где по сути не только надо стоять бревном до впивать это себе а еще и скакать говорили что типа начни нормально работать публике начни искать вот это все не у нас какая то что сам я просто после вот этих фестивалей да не расслабила я выхожу сейчас на сцену все это как будто как в домик зашел бываешь у меня прямо адреналин начинаете я просто так накрывать волну это начинаешь сам поскакать я слышу от этих старых песен от осколков не очень нравится исполнять осколки правого болеть этот трек прям мясо прям овощи огонь снег воду мне тоже очень нравится прям жирно старый треки мне нравится исполнять мне вот новый нравится и старый тоже нравится на старых я тебе скажу что на старых это когда я пою их я больше знаешь так отдыхаю отдыхать того что у меня сейчас там надо будет через промежуток у меня там вот эти еще там четыре трека которые опять в космос надо петь ну ничего как без этого я тебе скажу что после тех же фестивалей и вот сейчас когда в туре очень дико прокачиваться в плане вокала вот и петь вот эти знаешь когда у тебя четыре концерта подряд и ты поешь вот эти по 20 треков час двадцать да вот это прям нон-стоп он были прокачивать теперь следующий знаешь там следующий свежий концерт все проще и проще и проще дается проще дается вот эти высокие ноты и так далее то есть уже как-то ты все составляешь план где тебе что как делать для того чтобы у тебя энергии сохранилось да где-то у тебя подышать диска не там водичку попить так далее если тебя уже прямо программа поставлена это все это сейчас эта работа больше да я тебе скажу что допустим следующий тур для меня станет еще легче блин это все нарабатывать это все нарабатывается знаешь я последний раз ездил в тут а когда в четырнадцатом году то есть у меня очень большой был перерыв концертной деятельности то есть я выступал потому что стоит что этом вышел на один трек ну сам понимаешь что такое выйти на один трек это просто там по это сделать и вышел просто спел и ушел все когда у тебя прямо 20 треков подряд и прямо фигачишь это прямо это круто круто ты знаешь что за тобой ходит слава домашнего металлиста ну задрот от металла который любит высекать нули так называемые сидеть дома и ты знаешь об этом слышал не слышал ну а тебе такая слава в москве я поспрашивал друзей про тебя готовился к интервью когда и они сказать дать домашний металлиста он там типа задрот студийный любит посетить там вот мне очень смешило фраза высекать нули нужно гитаре то не играю ну видимо знаешь как то что вокал да 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 ну конечно да я блин посидим с тоже акации там альбом записывали нос акации первое выступление было даже группы существует с девятого года сейчас уже финальный состав который у нас где-то около 3-4 лет и вот выступали на первый раз в марте этого года было круто знаешь что же там пришло немного людей там чего-то 50 но было очень лапу не прям круто то есть а так ну да по сути чем занимались все время это сидели на студии писали вокал там писали там треки придумали так далее а так я на чем занимаюсь именно вокалом да как я пою я практически каждый день тренируюсь у меня ученики я же им показывают надо делать правильно звука по сути у меня всегда голос в тонусе но вот когда ты начинаешь перелеты тяжелый знаешь когда спишь три часа всего лишь сначала было право физически тяжело тяжеловато да потом все это понимаю что что все это начинаешь уже учиться спать где-то где есть возможность где-то и вот в автобусе не дешево не нас с аэропорта там или в такси уже вырубился самолет сел раньше я там сидел там мог там музыку послушать с собой наушники не беру потому что захожу в самолет так бах и открывая глаза только когда уже самолет приземлился на батаре там не говорите что типа у тебя больше нет групп нет смысл в этом они даже сами ребята занимаются в других группах у них там правильно правильно спирит группа где он там на гитаре тоже играет диман музыченко у него сольный проект свой стюарт играть вообще так что такое до сети группы не пересекаются нет конечно да и никак они никак не будут пересекаться даже в туровом потому что допустим у меня сейчас именно основная группа с которым мы выступаем это аматори большое самок и большое количество такого эти группы максимум где может быть еще там пару концертов 3-4 концерта в год этого акации другие все остальные группы они репнулись и больше не существует вот они есть как музыкальным старающим больше нет акации это чисто моя группа которая самая придумал ребята которые хотят заниматься музыкой по сути только там тоже сейчас пишем альбом тяжелый уже 3 альбом и аматори от чего это происходит что люди решать ну я уеду другую а потому что они как относятся к музыке вы к своему этому творчеству как хобби они у них нет мысли то что это может типа стать тем чем вот прямо можно жить все мне нравится жить музыкой я только этим и занимаюсь меня по сути я музыкой только занимаюсь хобби умеет машин люблю с тачками там поковыряться и так далее а вот именно жизнь моя полностью на женщина как отнеслось тому что тип я вам от или драга летут на полгода же что тур уеду но она меня очень сильно поддерживает она со мной из тех времен когда мне ничего не было понимаешь и когда вот там его матри попала нам ну прямо искренне человек за меня рад и наоборот она меня поддерживает во всем то есть она там ну понятно дело то что тяжело когда там человек до уезжает там в тур там на вот я уехал там репетит репетировать первые концерты тура допустим там были в европе который сначала калининград а потом в европе у нас были первые концерты там бриготали то есть меня не было дома где-то больше двух недель по это дело что соскучишься по любимому человеку и потом приезжаешь приехали по был немного получается мы после а после и после европы мы приехали санкт-петербург то есть еще домой не приезжала потом приехал только середине месяца только дома там было очень тяжело на самом деле ну ничего ничего страшного все все понимает это же не каждый не каждый месяц же будет происходить такие туры правильно но сейчас вот я скажу так у нас тут тур на 52 города на три месяца мы принесли их в какие-то города я с собой возьму куплю билет на самолет будет прилетать к везде есть выходы так что такое ну либо как у но из будет семья приезжать в ту к нему в тур чтобы видеть это правильно ну да без семья сложно то это кажется поначалу что типа ладно сейчас недельку не увидимся там через воде начнешь выход это везде есть по сути ну да все просто берешь покупаешь билеты и все да не рассказывал что когда они по 40 1 демки ты там буквально чуть ли не через четыре часа или через день заряжен был тоже заряжен во первых у меня и времени свободного было и мне было интересно понимаешь с такой вот такой вот именно музыкой никогда не сталкивался я как бы понимаешь я фанат с детства линкен парк на 1 кассета от метеора это просто прямо для меня было что-то прямо супер крутое слепнот не очень сильно нравился в детстве то есть я все прям такой очень 7 котировал такую музыку почему-то никогда не пробовал играть такого плана где-то пересекается допустим с триумфантом дачу то там есть подобное на триумфант более жесткие вот такой более как от себя а тут такое прямо не за и на русском языке никогда раньше не пел для меня значит столкнулся с такой проблемой то что у меня появился английский акцент на русских словах когда я пою вот это было смешно потому что я пою на открытом звуке округляю до чтобы как бы звучало более открыто там не вновь звука шел прямо был такой округленный красивый звук и звук как правильно и у меня вот появился вот этот акцент как будто эти как будто я зарубежный исполнитель пытаясь на русском петь а на русском сложнее петь конечно сложнее слова более более грубые что ли да попробуй пропеть параллепит все реально просто ты смягчаешь какие-то звуки русский язык он богат же словом богатыми нас плане того чтобы описать что-то много прилагательных и все такого но в плане именно пепень она самый простой самый лучший язык и бой самый звучащий английский как ни крути не поймите проще и по первых я так и начинал на английском нашу я сколько за тысячи девятого года что я пою 10 лет да я вот представь 9 из них пел только на английском языке ты тут на русском и скажу что в начале было такое типа сложновато потом все нормально ничего сложного по сути то нету просто сложнее не сложно сложнее надо понимать разницу а съемки клипа в составе и сама 3 в чем есть разница или они на дом уровне сейчас работают тебе скажу что когда мы снимали клип о маторе это было вообще для меня очень тяжко потому что я три дня мы ходили по этой заброшки сначала мы там на репетировали первый день смотрели куда там ходить это холодно второй день там уже прям такая прям правильно уже репетиция чего буду делать куда как ходить где чего какой этот третий день с 8 утра до 5 вечера это находился вот съемочный день то все люди которые там пришли под 200 человек там людей было вот мы все вот в этом там вот сыра моросит и вы там находились в этом степь потом после этого мы поехали на студию для снимать другие где где уже как где синхрон снимают это был на линд фильме мы снимали и потом вечером в два часа ночи у меня уже был самолет ты смеешь мне вот какой я приехал так жук со ст когда мы снимали я просто приехал это причем снимали здесь на повелецкой заброшенный автобусный парк нам разрешили там поджечь шины в итоге получилось то там мы устроили пожар так степени ну когда вот эти шины сигарели пожарные приезжали сидела там много кто интервьюшников там всяких было значит олег и телеканалов там музыка первого висяка ну как бы популярный исполнитель аудитория но от них был фидбэк они заинтересовались был конечно был был фидбэк ну то есть ну как бы типа знаешь на то время мне кажется у меня аудитория была 18 минус то есть такие ну мне кажется не блин как бы сказать то у него аудитория разные которые его слушают понимаешь от детей да да там выше во первых это еще и сантрек был к фильму то есть вот такая была новость то что какой-то там неизвестный парень поет на чистом куплете с обычно у него с кем там фиты были до этого всякими популярными исполнителем темникова и так далее даже сама три же есть него трек ну да и у нас создание играл дошли да не сниму я тебе скажу что было прикольно там кто-то говорит как ты там мог типа зашкварится типа грудью в чем зашкварится в чем зашкварится то что клевый трек мне нравится этот трек попсовиком спеть тоже ничего и чего там такого человек занимается музыкой музыка живет и блин ну и не знаю знаешь вот у меня фу для меня те люди которые узко слушают только одну музыку потому что блин ну ты тогда просто не черпишь извне ничего допустим я когда езжу на машине да я могу слушать как и там максимум радио да как металл там все включает так могу послушать и лайки фэмс а вот эту попсу и я не считаю то что этот стрёмно мне нравится разная музыка на и музыку прекрасно да и знаешь когда кто-то говорит что там попсовики фу фу попсовики это когда они там шкварится там допустим когда какую-то херню делать политическую лечу им такое вот на этом фоне когда они шкварятся вот это фу а когда он просто попсовик и сделать музыку так и пытается заработать ничего там плохого нет у тебя есть свои школы насколько я вот тут узнал при подготовке как много у тебя твоих учеников уже вот во что-то выросли и вышли учеников которых выросли очень много очень много учеников которые записывают там свои релизы там выступают уже там ездят в туру и это очень нравится знаешь когда ты видишь человек то что ты научил человека петь и вот там прям ничего не срывается никаких проблем с голосами выступает записывают треки и за такой думаешь блин но это же круто получается ты также вместе с ним творишь музыку что его как бы подтолкнул на этот путь то есть у нас как раз в нашей стране будет больше крутой музыки потому что знаешь я тебе скажу что очень много хороших музыкантов гитаристов мало мало барабанщиков которых там я ну прямо так и видел что супер там крутые там которые бласты там валят это прям сверх задроты ну толкового барабанщиков очень тоже много но мало вокалистов которые круто поют вот реальных мало их же можно на двух руках пересчесть но у нас говорят обычно что как-то вокалистов много но именно фронтменов мало ты можешь петь плохо и быть фронтменом быть той же там одной тоже не круто надо все это поместить тебе важно быть именно вокалистом изначально не важно чтобы это все звучало круто я гонюсь за качеством понимаешь я считаю то что это должно быть круто исполнено не то что ты там лазишь везде там по всему там хук к сальтухе крутишь но ничего не попадаешь и ничего не выводит лучше стоит бревном и спеть круто я же не стою все-таки бревном правильно я же все равно мишусь прыгаю скачу там я совмещаю все и чтобы все круто спеть и чтобы проскакать стало больше больше нужно дыхалочка надо больше заниматься там знаешь бегом на велосипеде хотя бы кататься и так далее физ подготовку нужно надо потому что допустим когда ты начинаешь меситься скакать тратишь очень много энергии а тебе эта энергия еще нужно того чтобы ты напрягался напрягал свою диафрагму чтобы создавать воздушный поток создавалось над но многие же видишь эти видосы что ты по сути не нужна силу голоса что ты можешь просто спеть все все это чушь все равно ты делаешь какие-то усилия для того чтобы создать той или иной звук пока ты поешь еще с расщеплением то ты еще дополнительно делаешь нагрузку ты еще ложные связки смыкаешь для того чтобы тебя создавался си это все не так просто как кажется научиться петь сложнее чем учиться на гитаре во первых нужно слышать ноты попадать в них потом научиться использовать те же самые ложные связки правильно да чтобы тебе не вредило твоему организму то что некоторые когда неправильно поэту начинают задевать над гортаник вот здесь человек на нем такой кряхтеть такой треск лишь не появляется за счет этого они 30 минут поэт потом голос садится дальше не потом не тянут все тут такое понимаешь надо подходить с умом ко всему ну или станешь как в колесе next used и которым пить нельзя ну вот уже на связках это самое жесткое что может быть для вокалов на связках за прям у тебя на связках такие образования их вырезают у тебя потом соски все равно нормально смыкается ты разговариваешь голосом ненормальным да у тебя начинает хрипеть как у бомжа самый милый комментарий и я видел по поводу концерта что ты так часто вступал в маленьких клубах что привык приседе быть все время я даже такой не ну я не читаю комментарии это все с дэдкора понимаешь я же изначально начал дэдкор короче играть для меня этот жанр был очень крутой прям не акации значит такой приблокованный дэдкор с атмосферой блэк медленно и как бы всегда у меня такая стоечка была дэшка смартал кого спросить как в этом мочите вы нормально мне нравится по поводу школы поговорили учеников очень много пришлось за тура считаю полтора месяца я не преподаю киво киво на самого куб сами чтобы занимались ты сейчас вернусь тура опять начну преподавать искусство деятельность мне очень нравится преподавать мне нравится взрастить нового поколения локалистов знаешь когда ты понимаешь то что человек прямо у него все получается никакого вреда для организма нет он начинает бить творить что-нибудь еще круто очень круто есть вот люди которые могут пройти с улиц как вообще ничего на самом деле фишка в чем если человек вообще ничего не умеет да он белый лист ему дать воспринять информацию гораздо быстрее чем который уже допустим что-то делать конечно если база чистого голоса уже есть для экстрим вокала наоборот плюс потому что все строится на чистом голосе то есть у тебя снова это твой чистый голос ты добавляешь только расщепление вот этот тип то есть за основу ты все равно остается твой чистый то есть это же насиделся с пианиною с этими распевками да конечно там меди клавиатуры допустим либо бывает просто даже без нее берешь ты человеку сам пропиваешь он повторяется ну когда поешь на самом деле что ты используешь для того чтобы понять поднять свои навыки на попадание ты используешь распевки на чистом голосе да и почему очень большое количество всяких разных разнообразных чтобы там расщепление тренировать тоже при помощи этих же распевок тут только дополнительно включаешь расщепление по сути на самом деле знаешь вот когда ты умеешь петь на ложных связках расщепляет звук там такие вот высокие ноты подгружает дать смотришь как это все легко на человек который не знает как это делать для него это просто темный просто человеку нужно дать торпы туда чтобы выйти оттуда вы и понять как это все делать потом чего ты блин ты что на самом деле было просто как именно определенный базовый звук получил дальше начинается уже самое сложное это уже владеть этим все контролировать вот самое сложное это уже контроль научиться в прямую звук делать это вообще как бы там и сложный научиться владеть этим всем по ноткам все диапазон просто разница в чем когда наверху поешь и картинка в обычном положении а когда те низкие вокала набрать ты гортань свою опускаешь делаешь дополнительный вакуум получается мешок такой воздушная и получается утробный звук ты как будто делаешь группу такую себя в городе академ в академ когда пение используют или когда там при церкви кто не поет не услышать такие прям голоса такие прям текучие счет то что они опускают картинку создают такой типа круто звучит это все и вот для того чтобы сделать низкий вокал до низкие не за там этот корни нужно пускать тоже картой ты берешь до основу вот эту ноту низко а дисциплина важно для вокалист конечно но если ты не знаешь как что ты напрягаешь сам организм и того чтобы достичь определенный звук но не понимаешь технику ты через какой-то промежуток времени когда ты там заболеешь чем-либо с горлом какой-то определенный промежуток пить не будешь забышь как это дело мышечная память просто это все выкинет а когда ты знаешь технику и знаешь как вернуть этот звук ты даже после того как болел там там ангина там тебя было еще такой установишь звук очень много случаев есть которые там вокалисты там зарубежные допустим там кому-то там челюсть сломали да и у меня там звук поменялся все это говорит о том то что он не пел на интуитиве то есть не понимал как он воспроизводит этот звук просто нужно же как будто равнаешь получается не не болит горло там все ништяк звучит а потом столкнулся с каким-то проблем и все не идет что не знал как делать тут везде понимаешь подходить к технике то есть понимать как это все делать так все ничего это на самом деле сложно дальше тренировки контроль-контроль-контроль-контроль-контроль вы уже пишет для матри новым тебе скажу что мы изначально для этого альбома написали уже около двадцати дабы уже двадцать двадцать три что ничуть такой мы отобрали к этому альбома так именно концептуально подходящий друг другу и помимо того то что мы не остановились сейчас на вот этих до которые остались то что никто не думайте то что возьмут эти оставшиеся там 13 треков выпустим там еще это мы пишем еще и еще то есть мы всегда знаешь какие-то треки могут просто выкинуть могут никто никогда не услышать могут заменится другим то есть всегда растем сюда делаем новое 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 ты же даже сейчас когда мы там ехали в туре да где-то илюха такой говорит а дай мне звуковуху я мне там надо гитару там подписать то есть даже бывает в туре то что записывают представляешь как бы так все это делать есть два вида музыкант который делают трек трек потом через полтора тысячи лет доводят его до ума и выкладывают вот там через пять тысяч лет а еще и который сделал трек вот он получился на ты вот из этих музыкантов я из этих музыкантов я пытаюсь вот если вот есть что сделать давние я буду все силы туда вкладывать то чтобы получилось круто и ему а смысл да понимаешь если за трек написал потом через на него написал через два года вокал а потом еще через ты и там свел выпустил эта музыка уже может быть никому не интересно понимаешь все же течет просто раньше как был метр группы садились на репетиционную базу репетировали три года и потом давали концерт да потом записывали этот альбом когда уже люди все знают эти треки да 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 еще через пять лет мне кажется в этом ну такое мне кажется сначала должен быть музыкальный продукт да именно что-то такое с чем можно выступать для того чтобы тебя люди слушали и подпевали тебе знаешь мне кажется когда ты выпускаешь альбом после того когда ты с ним три года играешь он же не интересен становится просто то что ты можешь слышать на концерте ты можешь закинуть себе player такое я допустим не могу слушать там целый год одну и ту же группу в один тот же льбом я его знаешь послушаю там пару месяцев меня заменяется вы лишь коллаборируется из самых крутых песен выделяю для себя там собирают себе подборки и что мышление чтобы слушать вот и все а так чтобы блин ну не знаю это мне кажется это сказал бы что это клуба просто даже не знаю как назвать просто вот я точно не с таких людей я лучше сделаю сразу же зачем зачем зачита лозунг тех людей зачем делать завтра когда можно сделать послезавтра не ты меня слышал такое то что знаешь когда люди откладываются на потом не слышу другую фразу тот кто хочет ищет способы кто не хочет ищет причины ну есть такое есть зачем сделать завтра когда можно сделать послезавтра ты никогда не сделаешь ну да потому что вот это всегда это вот это вот знаешь когда все откладывается 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 типа думаешь а до завтра сделала до завтра сделаю знаю много с таким подходом он купил себе бмв е36 в 36 кузове ну хобби мы хочу поковыряться машине отдал ее на переварку человек так он ее 33 месяц переваривал он что сделал за три месяца вырезал кусок пола с правой стороны присланы и говорил то что там переварил и вот завтра все там доделывать и вот мы с ним договорились то что вот я приезжаю 11 числа в москву до 12 приеду я забил ему звоню вечером одесса он говорит надо только завтра и собрать типа ковер мокрый стираться отправлялся помог приезжайте ничего не сделано просто он говорит типа не успел там что-то доделать я говорю но я говорю мне все равно нет надоело завтраками не кормил я приеду машину заберу я приезжаю смотрю там еще чуть-чуть взял я на него смотрю просто но это прям жизнь прошло как так можно дать где-то группы которые не выросли да сами что-то тебе скажу что я сам слушал в детстве я помню я иду на упк по-моему у нас упк было при школе значит 10 классе такой такой кореш такой показывает клип черно-белые не такой учусь и круто и сам поешь сам пою кто бы не сказал бы тогда даже в дождя дорогодушный через 10 лет я там буду петь я бы сказал что вы совсем поехали дурачки стали разводить в россии петь мне нравится очень речитатив я очень подгрузил он получился такой прям необычный так круто мне нравится все песни исполнить мне очень нравится кстати альбом шестерка мне нравится петь треки оттуда мне нравится очень сильно негатив трек прямо овощем очень крутой и текстовые составляющие также и по вокальной партии как она придумана просто илюха борисов талантливый чувак да он очень клево придумывает партии вот именно они что вместе все это придумали на этом альбоме много очень практически все партии придумал я просто мы дальше уже вместе с ним редактировали какие-то куски то есть ну крут короче мне работа над этим альбомом очень сильно понравилось я приезжал и все-таки все приезжают дэн диман все приезжали на студию мы все сидели там что-то придумывали там что-то там делали ну круто короче там треки помимо не то что мы там вокально до что-то правильно там и гитарно там биты где-то где-то там фон меняли там короче работа колоссальная короче от сейчас работа в других группах а там от допустим здесь даже когда здесь более все все участвуют да с акацией мы вдвоем пишем музыку я гитарист я пишу вокал он пишет где-то там что-то поменять типа вот это круто это такое мне тоже там околдить что поменять то есть мы вдвоем а тут как-то все прямо участвует там все все и это очень круто даже когда всей группе интересно сделать альбом вот это самое круто то есть у дениса и у данила осталось вот этот азарт у всех остался я тебе скажу что даже да не говорил когда я в группу пришел когда меня позвали когда мы начали уже альбом писать всех запал опять появился то есть все прямо захотели музыку делать делать то есть начали собираться то есть как я рассказывал да не то что они там ну с кем-то там реже общались с кем-то больше общались да как будто вот такой а тут прям все вместе начали какой семьей это радует то что мой приход не только посодействовал да там написание альбома но и как бы то что воплощение все такого то что все все начали все вместе с каким настроением вообще-то смотришь на группа матри что ты что-то нахожусь ну да но кроме того что ты там я очень сильно рад на самом деле я тебе скажу что придя туда я расту как вокалист вообще как на дрожжах навык совершенно другой я чувствовал пользоваться там ушным мониторингом партии писать такие понимаешь сложно начинаешь думать немножко по-другому да если там вокальной партии вакации придумывал немножко иначе да то здесь уже подхожу немного с другим другим подходом то есть у меня появился еще один заход как я могу придумывать партии в акаде то есть ну блин круто мне были мне нравится очень сильно рад потому что я попал туда спасибо что пришел спасибо за интервью спасибо за просмотр! спасибо! Продолжение следует...